В древние времена, еще будучи язычниками, армяне праздновали Новый год 21 марта, именуя этот день Аманур, в честь богини Плодородия. Спустя много веков в Армении Новый год празднуется так же, как и почти во всем мире. Ночь с 31 декабря на 1 января. У самобытного древнего армянского рода есть как схожие со всем миром привычки празднования Нового года, так и свои новогодние традиции и обычаи, которые отличают их от всех остальных. Если эта тема вас заинтересовала, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, берите чашку горячего какао и приступайте к просмотру. Минимум за две недели до Нового года в Армении начинается ажиотаж на всех рынках и во всех торговых центрах. Толпы людей ищут продукты и сладости для новогоднего стола, подарки родным и близким. Армению не назовешь вегетарианской страной, основным блюдом любого новогоднего стола считается свиной окорок или индейка, запеченный в духовке. Но что интересно, каждые несколько лет в Армении появляется мода на какое-нибудь экзотическое мясное блюдо. Так, еще каких-то 5 лет назад признаком богатого новогоднего стола считалось мясо крокодила. Последние годы больше популярно страусиное мясо. Вообще, армяне стараются как можно с большим шиком накрыть свой новогодний стол. В первую очередь это связано с легендарным армянским гостепринством, все самое лучшее и вкусное всегда выставляется для гостя. Но, наверное, здесь еще присутствует и желание показать свою успешность. Иными словами, попантоваться. При всем уважении, но армяне это дело любят. У человека могут быть большие долги в банке, но новогодний стол обязательно должен быть таким, чтобы соседи обомлели. Независимо от материального положения семьи, на любом армянском столе вы найдете знаменитую толму. Причем, как классическую армянскую в виноградных листьях, так и знакомые всем голубцы. Мясные нарезки также обязательный компонент стола. Причем, если в России это разные сорта колбасы, в Армении более популярны бастурма и сучух. Это такие национальные закуски из вяленого мяса с добавлением пряностей. Наиболее традиционные хозяйки готовят также гапаму, запеченную тыкву с начинкой из меда, риса, орехов и сухофруктов. Это еще одно традиционное армянское блюдо. Что касается десертов, то и тут есть свои особенности. Самым популярным является гата – сладкая выпечка с начинкой из масла и сахарной пудры. По традиции, внутри выпечки прячут миндаль или фасок, иногда даже монету. Считается, что кому она достанется, в новом году обязательно улыбнется удача. Рядом с гатой всегда можно найти пахлаву и хачапури. Причем в Армении они и внешне, и по вкусу отличаются от той, что вы можете встретить в других местах. Что интересно, несмотря на наличие алкоголя на столе, коньяк, вино, шампанское, водка, да все что угодно, у вас практически нет шансов увидеть пьянку за новогодним армянским столом и уж тем более пьяную потасовку. Возможно, это связано с тем, что уже через пять минут после боя Крантов армяне пускаются в пляс и танцуют всей семьей, напрочь забивая о еде и алкоголе на столе. Естественно, не обходится без подарков от Деда Мороза. Кстати, в Армении он называется Кахант Пап. Этот персонаж своими корнями уходит в древнюю прошлую Армении, когда она соседствовала с Римом. С латыни Кахант переводится как календарь, а Пап на армянском означает Дед. То есть Кахант Пап это своего рода хранитель времени, следящий за сменой времен. В фольклоре он представлен как старец, облаченный в кафтан и жилетку, спускающийся раз в год с горы на Ослике. С собой он несет мешок с подарками, которые мастерил весь год. Важным атрибутом празднования Нового года в Армении являются походы в гости. Если в России чаще люди после полуночи садятся за телевизор или выходят на народные гуляния, в Армении после бурного празднования дома праздник продолжается в гостях у друзей и близких. При этом за день могут быть до 10 разных гостей семьи. И продолжается такое все новогодние выходные. Армянские хозяйки в эти дни больше пашут на износ, чем отдыхают. Главным отдыхающим в эти дни являются дети, у которых тоже есть свои интересные обычаи. Уже 1 января они группами входят в руку в гости, получая кулечки со сладостями. Чем-то это напоминает Хэллоуин. Другой интересной традицией является сжигание автомобильных колес. Вечером 31 декабря дети собирают с разных танцев окрестницы испорченную резину из автомобильных колес, выставляют их в виде елки и сжигают. Считается, что в огне сжигается все плохое, что было в долу минувшем и в новый год человек вступает уже с чистой душой, но грязным телом. После таких вот огненных приключений на детях остается сажа от дыма, поэтому большинство матерей не любят отпускать туда детей, ведь вместо хлопот по дому приходится заниматься ванной процедурой. В целом, Новый год в Армении, как и во всем мире, ассоциируется с чем-то волшебным, добрым и приятным. Это проявляется во всем, от запаха мандаринов и вкуса готы, до красивых улочек и улыбчивых людей. Если это видео тоже вызвало у вас приятный улыб, сделайте так, чтобы другие его посмотрели. Для этого достаточно будет поставить лайк и сделать репост. А если появилось желание и меня как-то отблагодарить, я буду очень благодарен любой сумме, отправленной на этот счет. Всем спасибо и всех с Новым годом! Шнурдово, Дедно Таринь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова